Владиночка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Не эти два коллектива. Я говорил про «Феникс-9», как раз та команда, где люди работают на госслужбе, и у них как раз сейчас работа прибавилась по сравнению с обычными гражданами. Тем более, что им не нужны пропуска по новым правилам. Военные освобождаются от пропускной системы. Понятно, что огромный вклад делают на благо нашего Отечества, но где-то могут действительно тренироваться. Ну вот, кто как проводит, собственно, карантин дома. Максим, давай, наверное, посмотрим сначала твой ролик, где ты бегаешь час десять. Ну, естественно, час десять мы не будем включать в эфир. Час сорок лишь, час сорок, час сорок, час сорок. Бегаю как полоумный, да? Ну вот, минуточку, давай все-таки посмотрим. Парни, всем привет. Карантин. Все на квартирах, на дачах там и так далее. Вот, я решил себя проверить и бегать по квартире. Уже бегаю час десять. Есть свидетели, которые могут подтвердить, что это реально происходит именно так. В общем, хочу поддержать челлендж Ромки Баулина и сказать в эфир. Беги за сетунь, на жизнь не сетуй. Вот так. Ну вот так посмотрели мы, Максим, твой сумасшедший ролик. Ты устал вообще? И действительно ты час сорок бегал? Да, час сорок носился по квартире. Супруга может подтвердить его. Вот она как свидетель выступала в данном случае. Вообще, ну ты знаешь, по физике нормально. Ты видел, я даже утеплился шапкой, да, и толстовкой атлетики, чтобы мне потяжелее еще было. В первую очередь, как бы морально трудновато, но мы, когда я пробегал мимо комнаты, где была жена, мы играли в города, вот, собственно говоря, в футбольные команды, в города, вот во все возможные игры. Это мне, конечно, облегчало. Ну а так вообще интересный опыт. Вот я впервые носился по квартире, часть сорок. А у тебя жена знает футбольная команда? Не, ну эту игру я быстро выиграл, конечно, но в города она меня переиграла, да. Макс, ты пропотел хотя бы? Да, да, я специально надел же толстовку, да, и шапку, пропотел, потом еще пресс покачал, так что я был доволен. Правда, сегодня я напрямую передвигаюсь в квартире, вот, завтра продолжу свой марафон. Ну, я напомню зрителям, Рома, тебе, да, Максим у нас совсем недавно женился, вот, и, казалось бы, времени много проводит, тем не менее, много времени проводит на футболе, да. Я, супруга, наверняка, хотел бы больше видеть его дома, и тут Макс собирается раз на прогулку, точнее, собирается в форму, опять одевает футбольную, и, наверное, супруга была в шоке, куда-то, наверное, собрался Максим опять. А ты по дому? Ну, да, по дому в тапочках и босиком, да. Ну, надеюсь, что потом меня выпустят, а то уже скажут, ну, раз ты можешь бегать по квартире, то продолжай в этом же духе. Надеюсь, что все-таки кукушка натикает до настоящего спорта, до настоящего футбола. Ну, что, ребят, давайте поговорим о западной премьер-лиге и поговорим, наверное, мы с нашим гостем, которого мы тоже бы хотели бы подключить. Это Дмитрий Леонтьев, ну, один из самых, наверное, техничных футболистов у нас на Западе, но при этом с очень своеобразным характером. Диме сейчас мы набираем и его приглашаем к нам в студию. Звоним. Такую онлайн-студию больше. Онлайн-студию, да. Ну, я еще раз напомню, да, что это первый у нас такой формат. Может быть, не все гладко технически, но при этом надеюсь, что все у нас пройдет хорошо. К нам присоединяется Дмитрий Леонтьев. Дим, привет, слышишь нас? Привет, да, слышу. Слышишь, видишь. О, вот и Дима. Привет, Дима, вот и картинка появилась. Привет, Дима, я тут все в свет, наверное. Привет. Да, ну, сейчас Дима настраивается у нас, делает хорошую картинку. Вот, Дим, сейчас великолепно мы тебя видим. Ну, в студии, в онлайн-студии у нас, собственно, Макс Киселев, Роман Шестак. И мы сейчас будем немножко так вас, Дим, так, вот видим. Да, Дим, будем немножко провоцировать с Шестаком уж, извините. Да, судья, игрок и так далее. У вас такая спортивная взаимосвязь. При этом, Дим, ну, для начала рассказывай, собственно, что делаешь на карантине, как проводишь это время. Да, ничего особенного. Работаю, фильм смотрю. Физкульптурой занимаюсь, по возможности. Что значит, работаешь, вот, расскажи. Из дома. Работаешь. А онлайн, чем занимаешься, можно сказать, и так далее. Может быть, посоветуешь зрителям, да, может быть, они будут как-то работать. Да, можно, ну, я юристом работаю вообще, поэтому мне особо присутствия вообще не нужно. Вот, ну, работы, конечно, не очень много сейчас, но так, хотя бы как-то отвлечься от бесконечного, ничего не делал, не можно. Но, так, ничего интересного, честно говоря. Но, при этом, все равно, ты знаешь, какая-то работа, многие вообще не работают, да, и тоже, наверное, с ума можно сойти. Да. Какие упражнения делаешь? Что делаешь из спортивного дома? Слушайте, да, я, получается, сколько только, три недели назад мне операцию делали там, и поэтому я особо и не чувствую паузу от футбола, потому что я бы и так в него не играл. Вот, ну, это вот, стало можно как-то заниматься. Ты в какой степени даже рад, наверное, да, что паузу? Нет, конечно, ну, паузы рад, да, но я бы ее особо и не ощутил, я говорю. Так, ну, резинки есть, тут что-то делаем. А что за операция у тебя была? Ну, это там, свое. Подписывайтесь на инстаграм нашего игрока из Успенского, Владимира Ленченко, ведет прекрасный инстаграм. Там куча всяких футбольных упражнений, можно следить, делать, оставаться в доме. Кстати, про инстаграм, вообще у вас Успенская, ты же еще игрок Успенского, правильно? Да, еще да. В первую очередь, наверное, да? Да. Дима, а Владимир Ленченко, насколько мне известно, он... А, мисс, прости. Давай сначала я закончу мысль. Да, про инстаграм Успенского у вас достаточно интересно сейчас ведут. Его отслеживаешь? Вот, какие там упражнения, задания и так далее, футболисты всякие. Конечно, конечно. Ну, у нас чат еще есть, естественно, там это все обсуждается. Вообще, прикольно придумали. Единственное, обидно, что решили это делать сейчас, когда особо никому нечего делать. То есть у всех примерно одно расписание на день. Ничего интересного. Я думаю, что эта идея продолжится после того, как, надеюсь, все нормализуется. И может быть, какие-нибудь даже совсем известные футболисты, вроде Эрика, проведут один день. Это будет действительно уже интересно. Смотреть, как Рамжай там бегает, никому не интересно, я думаю. Дима, мы вот смотрели в сторис. Нарушай карантин, Макс. Сейчас расскажешь, нарушай карантин, между прочим. Да, да. Да, Макс, все, пожалуйста, я слово. Да, я хотел... Я просто сам смотрел в Инстаграм, вот видел один день с Грибановым, один день с Рахманьковым. Вот, а был один день с Дмитрием Леонтьевым в сторис? Был в Инстаграме? Нет, ну, я говорю, особого смысла не было, потому что ребята там хоть что-то там делали какие-то упражнения, еще что-то. А я вот в тот момент как раз только из больницы выписался. И ничего интересного. Ну, плюс я работаю, у меня особо не всегда есть время для этого. Просто там начиналось с подъема даже. Человек просыпался там, открывал глаза и тут же включал камеры. Нет, 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 это очень клевая тема, я бы на месте вообще всех команд этим занимался. Я думаю, что многому это может быть интересно. Там, из биг пониже и так далее. Дим, а чья идея была в конце разыгрывать два холодных, или нет, электроонных? Я думаю, в Успенском все идеи заканчиваются тем, что в конце кто-то разыгрывает пару холодных. Вне зависимости от идеи. Поэтому она была общая. Слушай, у тебя... Дим, я вот знаю, что ты вообще не пьешь, да? Очень редко. Очень редко. Вот если бы Дима Леонтьев ввел в Инстаграм Успенского, что бы ты разыграл в конце? Ну, что-нибудь... Боржоми? Две бутылки боржоми, да, или какой-нибудь витаминный напиток, не знаю. Но меня бы все равно съели и заставили разыгрывать пиво. Я этих ребят знаю. Без лука больно только. Ну, да. Хотя бы так. Будем ждать твоего участия в Инстаграме. Я надеюсь, что когда уже мы все вернемся на улицу тогда. Дима, ты сказал про Владимира Оленченко, про Вова Оленченко, да? Слушай, насколько я знаю, он связан был с проектом, по-моему, Найка, или вот как К-11, как-то так назывался, да? Я настолько детально за этим топором не слежу, честно говоря. Но Инстаграм, который они ведут, действительно прикольный. И сейчас, с учетом того, что ни на улице не выбраться ничего, я прошу прощения, у меня тут какие-то звуки. Ни на улице не выбраться ничего, довольно интересно. Если хотите действительно делать что-то полезное, а не просто зарядку, пару раз присел, пару раз отжался, у него довольно много всяких сетов и упражнений. Я вот, честно, после операции парочку попробовал сделать, чуть не помер. Ну, действительно такая прикольная нагрузка. А по поводу проектов, я с ним на этой теме не общался. Я слышал, что кто-то там его душит потихоньку на этой теме, но я не хотел. Дим, скажи, пожалуйста, у вас есть общий чат, есть тренер, есть замечательный руководитель команды. Вот как-то просят поддерживать себя дома в форме, может быть, бегать, что-то вот как-то, чтобы к возобновлению чемпионата, да, все игроки были в форме, что-то в этом направлении просят делать, нет? Я думаю, что каждый сам понимает, что это нужно делать, потому что никому не хочется выйти, потому что спустя пару месяцев сиденья дома, пробежаться пару метров и задохнуться. Каких-то там наставлений конкретно от тренера у нас нет. Но я говорю, у нас, во-первых, все ребята достаточно молодые в целом спортивные. Мне кажется, у нас лишнего веса-то ни у кого нет, ну, кроме Фондея. Фондея поддушиваете, да, немножко? С питанием, по поводу питания. Да, поэтому у нас особо никого и просить про это не нужно. Я думаю, что вот с этим проблем как раз не будет. Дима, смотрел ли ты онлайн-прогнозы, битвы, вот у нас такая есть рубрика на сайте? Я видел, нам скидывали в чат, когда было что-то типа онлайн-игры между нами и у Трансконтейнера, по-моему. Да, 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 вот, собственно, про нее я и говорю. И нас там прибили нормально. Да, 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 вот, как ты думаешь, почему и действительно ли так могло случиться? Ну, так сложно сказать, как могло бы случиться. Я вообще больше, ну, я думаю, что все вам, в принципе, уже сказали, с кем вы разговаривали, что есть одна команда в ЛФЛ, против которой никогда не хочешь играть, я тут Трансконтейнер. Вообще, любой состав, любая лига, если вот против них неприятно играть. Поэтому по результату, я просто могу сказать, что сейчас Успенская, я думаю, что вот сейчас сильнейший состав, который был, вообще, за все время у команды. И бороться мы будем со всеми, по-любому. Поэтому 4-0, я думаю, точно нет. Я думаю, что была бы равная игра, там, кому больше бы повезло просто. Ну, вот, последняя игра у вас была с Адидасом. Уже как раз это не было, у тебя была Траплика, кстати, последний матч не играл. Не-не, с Адидасом я был. С Адидасом ты... Это как раз перед операцией, да, я сыграл. Вот сейчас как раз у нас идет нарезка ваших голов, немножко освежим. Помнишь, вообще, этот матч, так как он все-таки был пока что крайней весной, вот, и вы обыграли 8-2, достаточно уверенно, Адидас. Хотя Адидас такая неплохая команда, наверное, согласен? Да, да, ну, по сравнению с первым кругом они прям гораздо лучше выглядели. Но я говорю, сейчас просто нужно такой немножко перенастроить себя, что Успенская это уже не та команда, которая будет там где-то цеплять, может быть, очки с лидерами изредка, или там настраиваться на борьбу, там, какие-то средние места по составу и по подходу. Я думаю, что в этом году, я просто честно не очень хорошо помню таблицу, там, по-моему, до третьего места, ну, типа, очков 10, что ли? 6. 6, а, ну, тем более, я думаю, что... Ну, как раз там и транс-контейнер, у них 31, а у вас 25. Я думаю, что в этом году, если все будет нормально, и сейчас там с вирусом разберутся, ну, за тройку точно мы будем стараться цепляться. Конечно, я даже не могу сказать, что мы будем в тройке точно, но по подбору игроков и по уровню игры возможность точно есть. Дима, а задачу такую поставили руководители, видя такой небольшой разрыв, видя, как укрепилась команда, как усилилась ее игра, сформулировали задачу попасть в призы? Ну, я не могу сказать, что там есть какая-то точная задача, но об этом, я, Эйдар, говорил об этом, плюс все хотят выигрывать. Ну, опять же, я говорю, у нас, чем мне нравится команда, тем, что нет вот этого настроения, что типа, приедем, сыграем, получим там что-то, может, что-то не получим. Ну, все хотят играть, все хотят выигрывать. А бороться в этой лиге можно со всеми. Ну, да, там с Титаном сложно, условно говоря, там, с Титаном можно побороться, там, из 10 игр, там, 3, попробовать у них зацепить. А с остальными вполне. Ну, у нас в этом году вообще, несмотря на недонабор команд, у нас хорошая плотность, турнирные таблицы, даже не смотря на определенные, так скажем, потери. Ром, вопрос тебе, как к арбитру, да, который пересекался с Димой на поле. Дима очень техничный, футболист, и всегда с такими футболистами есть определенные проблемы. Финк, упал, не упал. Вот, Дима один из проблемных таких футболистов, в хорошем смысле, в спортивном, я имею в виду. Ром, зачем карточки Диме показывал? Дима не показывал ни одной карточки, да, вот именно в ОФЛ. У нас единственный, один момент был в другой структуре, нас попросили посудить ОФЛ. Дим, ты помнишь момент? Я помню, и есть даже видео. И ты, кстати, мне сказал, что если посмотришь видео, и окажется, что я не нырял, то ты извинишься, поэтому я жду в любом эфире. В эфире вот ничего себе. Ну, смотри. Ну, из камеры я от меня смотрел, что как бы ты обыгрываешь, и ты, ну, это фола нет в том эпизоде. Если, просто сейчас мы, ну, без момента, без камеры, без видео. Я шучу, конечно, я, 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 я шучу. Ну, там, ну, короче, пограничные моменты, так и так можно трактовать, я согласен, поэтому... Ну, вот. А так я не помню, чтобы меня Рома шутбе судил, поэтому, да, только, только в ОФЛ один матч. Ну, при этом... Ну, при этом... Ну, там, 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 там был такой Адидас, что я не помню. При этом часто ли на тебе фалят, и часто ли не свистят, на твой взгляд? Да нет, ну ничего такого предвзятого нет, палят, свистят, не палят, не свистят. Я просто понимаю, что тяжело все увидеть. Это там в полуигры можно что-то кому-то сказать, и там все из судей. О том-то я всегда подхожу, пожимаю руку, говорю, что там, ну извини, что-то сказал, я на поле то, что было там и остается. Есть у меня один судья, которого я действительно не люблю и не считаю его там компетентным. И он сейчас в эфире. Нет, нет. Но это там мое личное мнение, опять же, оно может быть там неправильное, например, и на самом деле он в хорошем суде. А так я, большинство судей, я наоборот считаю, что в ЛФЛ на западе, потому что я много где поиграл. Получается там и на севере, в ЛФЛ на западе очень много хороших судей. И Лазицкий, и я просто по фамилиям всех не вспомню, мне вот только Лазицкий пришел. Раньше в Успенке играл тоже, по-моему, главный судья, фамилию не помню. Ершов? Да. Ну, короче, почти достаточно много хороших судей. В этом плане претензий особых нет. Ну, кстати, Дим, вот по поводу переходов. Достаточно часто ты менял команды. Не будем, наверное, вдаваться, естественно, глубоко. Последние переходы в Успенкенское перед сезоном, потом в течение сезона в Дорс-Труксидь. Срезано с фигурой главного тренера, Александра Голевца, эти переходы были. Так, ну, в Успенское я перешел как? Мы играли на севере. Сейчас как раз нас в Успенском получается три человека из этой команды. Ян, Дрифандиев и Рома Трофимкина. Играли на севере, вышли в высшую лигу. И за неделю до старта лиги руководство объявило, что команда не будет. Ну, я там в срочном порядке начал кому-то писать. И, по-моему, через Жору Пашикашвили он мне сказал, что, типа, приходи в Успенск. Он там, типа, договорился. Просто я на тренировку куда-то пришел, сыграл одну игру, меня заявили. Я там потом уже потянул Фондея, Фондея потянул. А перешел в Дорс Трои, там все просто, да, с тренером не сошлись. И я просто в порядке шутки. У меня там в другой команде в ОФЛ играет парень из Дорс Троя. И я в шутку просто в чат написал, говорю, типа, блин, заявите меня на одну игру, я приеду, шлепнула Успенку и больше не приеду. И он такой мне потом включит в личку, да, давай заявим. Ну вот, приехали, шлепнули. И я, по сути, был потом еще на одной игре и на ней сломал руку. И больше не играл. Удивительно, очень удивительно. Причем сломал руку с усадьбой, да. С которой Успенка потом, ну вот сейчас будет играть. А ответный матч первый, напомню, сыграли 5-5. Такой тоже интересный результат. Ну вот видишь, как перипетия на сутбольном поле складываются, да? Но, тем не менее, ты раз, что вернулся на запад, все-таки, наверное. Да, конечно. Не, ну, меня всегда, во-первых, близко к дому, во-вторых, всех знаешь. В-третьих, сейчас, правда, непонятно, что сет у него. Но даже с ребятами обсуждали. На севере вообще невозможно играть. Вот это одно поле на Флотской, приезжать какие-то бараки. Ну, пришел, сказал, а тут какая-то атмосфера есть, три поля, все постоянно бегают. Ну, как-то приятнее. Вот. Поэтому, да, конечно. Но я не сомневался, что я вернусь. Мне, на самом деле, единственное, что я жалею, мне не надо было переходить в бурстроенный. Надо было просто подождать, пока его уберут, тренера. Потому что было очевидно, что его уберут. И просто дождаться. Ну, получилось, как получилось. С учетом сломанной руки я, в принципе, ничего не потерял. Ну, зато Успенку хлопнул, приехал. Да, да. Да, можно сказать, повлиял на снятие, да, Александра Голевца? В какой-то мере, получается, из Успенского в дом строительства, хлопнул Успенский и в него же перешел. Вот вообще так. Хотел бы верить, повлиял. Помнишь свой самый красивый гол в Лфелд? Да, помню, но нет видео. Хотя, расскажи. Мы играли против Мега Титана за CDN. Там был штрафной. Где-то, наверное, вот если финальную треть поделить на третью, то вот со второй третьей. И прямо около лавочек. И по такой прям дуге хорошей в дальнюю девятку. И потом еще вратарь у Мега Титана был один из самых сильных. Я не помню, который в крыльях играл парень. Не помню фамилию. Это было, наверное, пару-тройку лет назад. Сергеев, по-моему. Я не помню фамилию. Я понял. Очень клевый, но не было видео. Жалко. А так, ну штрафные какие-то красивые были. Я же кроме как постоять ему-то попасть не могу. Я как раз хотел спросить, вот ввиду того, что много ты забивал со штрафных, там и в том числе и за Кегли, да, и за Космос, там за CDN много. Хотел спросить, как ты натренировал, может быть, это в спортшколе тебя учили. Вот этот вот удар со штрафного, который я называю пикирующим камнем, когда мяч резко у них спадает. Это как раз не в спортшколе. В спортшколе я бил штрафные, когда у нас тут, ну, все это было. Но я бил в спортшколе всегда. Я занимался, начинал в ЦСКА, потом в Динамо, но большую часть в Крылатском. Наш, который Грублево. Но там так не бил, да? Там так не разрешил бы никто бить. Советскому тренеру покажи такой штрафной, он тебе скажет, ты неправильно разбегаешься. Во дворе я смотрел видео, причем с Ютуба. И просто пытался повторить. Ну, вот так как у Харламова или у Крылова очень редко получается. Но иногда получается. Кстати говоря, о лучших голах. Давайте посмотрим сейчас пять лучших голов, вот этих, да, которые покажем нашим телезрителям. И из них, собственно, Диме надо будет выбрать один гол, который лучше. Да, я напомню, что это гол Александра Бачкова из Портера. Это удар Дмитрия Бушуева из Титана. Это Сергей, опять же, Сергей Харламов, прямой удар со штрафного Титан. Тимур Гейслер, где разобрался с моими оппонентами и положил в девятку. И вот по его, собственно, одноклубника Эрика Корчагина. Но здесь Эрик, наверное, все-таки сделал такую завершающую фазу уже. Да, здесь, наверное, все-таки возьмем всю комбинацию в целом, которую надо оценить. Вот, Дим, из пяти лучших какой гол выберешь ты? Я выберу Харламова. Почему? Чем тебе он понравился? Там, ну, просто все головы очень клевые. Ну, наш, он, во-первых, уже против разобранного соперника. Очень, ну, разыграли круто. Мне понравилось. Но он против разобранного соперника и не такой важный. Тимур, который забил гол, я вообще не очень понимаю, что там делал защиту Мега Титана. К Тимуру вопросов, как всегда, нет. Понятно, он великий игрок. Но к вопросу по защите Мега Титана вопрос и есть. А выбирая просто между клевыми ударами Бушуева и Харламова, мне просто больше нравится голос и штрафный. Поэтому я вот так и делал. То есть там было, по-моему, 0-0, как раз важный гол. Да, все видно. Ну и, Дим, перед тем, как мы тебя отпустим, небольшой блиц. Пять вопросов. Первый, готов? Да, да. Первый вопрос, который ты задавал сам себе. Собственно, почему ты не заиграл? Имеется в виду футбол. Да, да, характер дурацкий. Супергол и лавры тебе или победа команды? Победа команды. Запад или восток? Запад. Леброн Джеймс или Кевин Дюрант? Ой, я так далек от баскетбола. Леброн Джеймс тогда, наверное. Тимур Гейтлер или Кирилл Бирюков? Евгений Севастьянов. Вот так, вот третий вариант. Ну, собственно, если реально отвечать на этот вопрос, то смотря для чего. Для игры ЛФЛ, наверное, Бирюков. В целом, как футболист, мне кажется, Тимур поинтереснее. Дим, спасибо, что сегодня присоединился к нашей онлайн-студии. Мы тебе желаем хорошего времяпрепровождения дома, с пользой, успешной работы. Ну, и желаем и тебе, и всем нам поскорее вернуться в футбольное поле и говорить уже непосредственно только о футбольных делах. Поэтому спасибо. Выздоравливайте скорее на поле. Пока-пока. Ну, что ж, продолжаем мы наши разговоры о западной лиге. Давайте обратимся к турнирной таблице. Давненько мы в нее не заглядывали. Здесь у нас лидирует Титана. 41 набранный балл. Далее ФКСП 33, но дна меньше у прокуратуры. Кстати говоря, ФКСП, ну, я думаю, что в следующих передачах мы поговорим более подробно о трансферах. Да, вот интересно, как Валер Саламаха туда попросил. Когда, Ром, я прочитал у тебя, что игрок ФКСП, Валер Саламаха дает комментарий, да, и немножко удивился. Думаю, что это такое. Да, Валера очень расстроен тем, что вот эта пандемия, коронавирус, он такой, что так и да, я перешел в ФКСП. И пауза такая, и сейчас он дома тренируется и готовится к возобновлению чемпионата, чтобы показать себя в лучшей форме в дебютном матче. Парни, ну, я думаю, тут тоже не обошлось. Без Георгия Кашикашвили, да, все трансферы на Западе сопровождаются агентской деятельностью Жоры. Ну, вот пока мы говорим о ФКСП, кстати, сейчас можно, давайте посмотрим видео с последнего матча, который было в марте, это портер ФКСП. Посмотрим, ну, голы, по крайней мере, да, и вкратце напомним, да, что ключевая была игра для прокуратуры с точки зрения турнирной таблицы, конечно, потому что 9, почти 10 очков, да, было бы, наверное, все-таки критично. Да, разрыв, наверное, большой бы был все-таки сейчас. При наличии двух побед, один балл, два балла, это вообще ерунда, на самом деле, для того, что знаю, что Титан весной, теоретически, вспоминая прошлый год, да, мог бы очки потерять. Конечно, конечно, ФКСП в гонке, безусловно, и вполне может выиграть, с учетом еще того, что команда продолжает усиливаться, да, там, трансферную политику активно проводят. А у Титана, в принципе, все хорошо тоже, да, но я думаю, что здесь как раз будет, ну, разумеется, личная встреча очень важна, которая еще предстоит. Поэтому будем все это ждать и с удовольствием смотреть. Вот, что касается Мега Титана, Порта, тоже Успенского, да, все где-то находятся рядышком, все, собственно, будут претендовать за, естественно, за медали. Ну, наверное, из тех, кто мог бы подняться вверх, это все-таки, наверное, Феникс 9, который тоже проводит интересную трансферную кампанию. И как раз там люди точно будут в тонусе, потому что они, как я говорил в начале передачи, они все, собственно, работают и в такой структуре, в госструктуре, где как раз постоянно необходимо движение. Поэтому я надеюсь, что все-таки у нас возобновится чемпионат, и, по крайней мере, мы его доиграем. Касательно вот трансферов Феникс 9 и вообще структуры Феникса, вот я слышал то, что Атлантис у нас вроде снялся, как в первом дивизионе, верно? Была такая информация? Да, вроде как, да, да. И Антошкина из Атлантиса, это маленький такой техничный футболист, его вот Сергей Стеблецов писал об этом, то, что он забрал его к себе в структуру. Да, да, все верно, но я не стал говорить, как раз хотел приберечь для трансферных новостей, но Рома сказал тогда, да, Антошкин перешел в Феникс 9. Но, друзья, у нас в карантине тоже занимаются определенными вещами футболист Мега Титанов, например, да, Сергей Алборов находится, ему повезло, он находится на даче в этот период, да, и, наверное, там легче всего переносится вот такие невзгоды, да, где не в квартире сидеть, а все-таки на даче. У нас есть видео и фото, то, чем занимается Сергей, давайте посмотрим. Хочу сказать, что Сергей Алборов это просто какой-то крабовый берет настоящий. То есть я, честно говоря, много челленджей сейчас вижу вот в нынешнее непростое время, очень много всяких вот этих вот челленджей в инстаграмах и прочих социальных сетях, но я ни разу не видел, чтобы кто-то мог повторить то, что сделал Сережа. Особенно он впечатлил вот эти 12 подтягиваний, которые он сделал, вот, не припомню, как это называется, вот это когда треугольником, да, он висит и подтягивается. Просто я попробовал сделать хотя бы пару раз, но это очень сложно. Вот, может быть, у Сережи спросим, тоже какой-нибудь челлендж запустим, это интересно, на мой взгляд. Челлендж для игроков сборной России? Ну, да в принципе, да мне вообще интересно, хоть и один человек сможет повторить такое. Я думаю, вот, вышел помянутый Тимур Гейслер может даже постревноваться в этом челлендж. Кстати, давайте посмотрим видео Тимура Гейслера, который... Попытался сменить род деятельности. Да, и покрыть собак, и там тоже очень забавно у него это получилось. Честно, парень записался на тренировки к Тимуру. Ну вот, видите, занимаются у нас нестандартными вещами футболисты. Кто-то готовится, кто-то боксирует, это интересно. Мы это, соответственно, и показываем. Кстати, и еще, извините, что я тебя перебиваю, Тимур Гейслер в ближайшем онлайн-зарубе выступит как очередной эксперт западной премьер-лиги и поделится своим мнением по матчу Титан-Мега-Титан. Интересно, это интересно. Ну и внизу турнейной таблицы у нас находится, несмотря на то, что находится Космос Веер, Слава обратился, я к Славе Епифану, он показал свой челлендж. Это вот с переодеванием Майк, Максим, да, вот у тебя Роберт это делает. Роберт Назаритян, да. Да, 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 он так же сделал и Славу Епифану. Вот сейчас на ваших экранах, собственно, как Слава все это делает. Вы видите. Он свой челлендж передает Диме Хатовицкому. Вот посмотрим, сможет ли ответить чем-то Дима своему другу, одноклубнику. Знаменитый Дмитрий Хатовицкий, который был признан рывком года, да, на награждение, в номинациях. Вот посмотрим. Посмотрим, какие клубы с ним заключат контракт. Да, вот поэтому, наверное, премьер-лиги для первого раза достаточно, что-то посмотрели, что-то показали. Важных, наверное, моментов, которые хотелось бы отметить, друзья, первый – это стадион. Вопросы, наверное, которые крутятся у всех на устах, всем спрашивают. Надо обязательно сказать, первое, то, что в условиях вынужденной паузы сейчас переговоры приостановлены с теми организациями, у которых, где мы хотели бы выступать. Но я могу сказать точно, что мы перейдем на более комфортабельное стадион. Несколько есть вариантов. Вот если бы не было сейчас этой паузы, мы бы уже переехали, но так как она есть, да, то есть время у нас еще и выбрать. Но с возобновлением чемпионата мы будем играть на хорошем стадионе, на очень классных условиях. Поэтому зрителям и нашим футболистам я сто процентов говорю, что волноваться не надо. Все будет хорошо, поэтому все в процессе, но в связи с тем, что здесь сейчас переговоры немножко приостановлены. Поэтому здесь небольшая пауза. Немного мы кручинились по поводу того, что у нас недокомплект команд в премьер-лиге в этом году. Но в данном случае получается, что эта ситуация играет наоборот за нас. Что меньше матчей и вполне после возобновления чемпионата, надеюсь, как можно скорее это случится, можно будет второй круг доиграть. Но однако это не коснется первого и вторых дивизионов. Ну, в зависимости от того, когда мы, конечно, возобновимся. Ну да, у нас все-таки первый дивизион такой очень большой и много игр во втором дивизионе запланировано. Но по примеру лига-то точно, я думаю, доиграет. А вот первой лиге, возможно, придется там какие-то сдвоенные матчи играть или на неделе как-то. Ну, ребят, нам надо в первую очередь, конечно, дождаться, потому что сейчас даже в стране непонятно, когда нас самоизоляции выпустят. Поэтому сейчас трудно. Вот, Макс, по поводу сдвоенных туров, может быть, поинтересуемся у одного из представителей команд первой лиги, нашего гостя, Романа Зверева. Обязательно спросим. Ожидаем Рому в предвкушении бурлящих событий первого дивизиона, любимого, куда все стремятся и из второй лиги, и даже иногда из высшей. Некоторые стремились шесть лет. Ты про Рому непосредственно, да? Да, сейчас он расскажет про это. Роман. Да. Привет. Привет. Ты в прямом эфире. Привет, Ром. Ой, привет, привет. У тебя есть видеосвязь? Пока мы тебя не видим, Ром. Сейчас включусь. Да, только звук пока. О, теперь мы тебя видим. Все, видно меня? Да. Привет, Ром. Прическа очень модная у тебя, отличная. Слушай, я думаю, что сейчас на самоизоляции у многих такая, примерно. Супруга не эта машинка не стрижет? Я не даюсь просто, Макс, не даюсь. С утра встал. И все. И весь день свободен. Как на бокосмот, да. Ром, ну, расскажи для начала, как дела, как проходит карантин? Карантин нормально проходит, хорошо. Работаю я удаленно, почти как многие. Вот футбольчик смотрю сейчас, кстати, ЦСКА Спартак. Повторяю, 2017 год. Вот. А так все хорошо, в принципе, ничего нового. Обрастаю потихоньку. Как обстановка... Чем, чем, чем? Да, да, да. Чем бегами, жиром, волоками. Жиром точным. Жми, жиром 100%. Я посмотрю, как Макс там тренируется. Я уже с него пример беру уже. На него уже соседи жалобу написали снизу. Соседи участковому подали на меня жалобу, что... Участковый не приходит, говорит, у меня самоизоляция. А учитывая, что Макс живет рядом с китайским посольством, там одни китайцы, так что жди на по его. Да, и уханьским духом веет. Из форточки. Ром, что кушаешь? Твои любимые блюда. Блюда, это вообще сложно. На самом деле, кушаю, что я как пылесос. Знаешь, у меня главное хоть чем-нибудь, чтобы накормили. Я ем все, что мне на стол положат, и ем. Это меня пугает, потому что потом сбрасывать надо будет долго. Да, это проблема для многих, наверное. Пока мы не ушли в дебри первого дивизиона, разговора и так далее, я бы хотел сделать большой анонс. У нас со следующей недели стартует киберфутбол. Мы тоже присоединились к этой новой, скажем, альтернативе настоящему футболу. На сайте уже висит, так скажем, анонс, то, что все любители могут заявляться к нам. Мы всех приглашаем. Ром, ты сам-то играешь в FIFA? Да, играю, да. В FIFA я играю. Не могу сказать, что я мастер. У меня в команде есть просто там какие-то лютые мастерюги. И когда мы собираемся вместе, там меня в одну калитку выносят. Я знаю, с кем надо играть, а с кем не надо. Вот тех, с кем не надо, можешь с нами это сконнектить, чтобы мы их себе на дурнир заявили. Хорошо, хорошо. У меня есть там, да, кандидаты такие. И нам, наоборот, не будем брать. Будем брать только те, кто играет средне. Хорошо, хорошо. Ром, вот ты как руководитель команды Westside, Ты как-то следишь за физической формой, может быть, своих футболистов? И вообще, знаешь, чем занимается команда во время, ну, в период паузы? Да, да. Нет, мы, конечно, мы там и списываемся, и созваниваемся. Да, примерно все в одном ритме. Мне страшно на ней будет посмотреть. Я боюсь их не узнать, когда мы выйдем. Особенно на дубль, наверное, да? Ну, там вообще страшно. Там лучше просто, там лучше даже не пытаться. А так да нет, но все то же самое, все примерно похоже. Все сидят, кушают, кое-как работают и не бегают. И это меня пугает. Ром, ну я видел бумагой, вот, пару недель назад, мне, наверное, уже больше, я просто в неделях уже потерялся. Бумагой очень ловко чеканили твои ребята, да, я видел в Инстаграме? Да, но они забивать не умеют, играть не умеют. А вот бумага чеканить, это к ним, если что-то. Ясно, ясно. Вы следующие. Расскажи, пожалуйста, про путь в эстсайто в 1-й дивизион и про тот фееричный гол и матч, когда были похороны, если можно так вырезать. Давайте я про путь в эстсайд. А я идем в тюрьму. Вперед, вперед, да? Все, вперед! Поехали! Да, блядь! Да! Второй мест на центр, блядь! Хуй устоите, блядь, да? Афон, я тебе сколько раз просил назад мне отдавать, блядь! Никогда! Я миллион раз тебя просил мне отдавать! Миллион раз, блядь! Как поживает Афоня? Как Афоня поживает? Вы любите меня по больному, да, мне ездить каждый раз? Во-первых, горжусь практически мемом. Вот, это раз. По поводу, что вратарю назад не давать. Во-вторых, Афоня у нас приходит из армии, он испугался после того автогола и решил в армию идти. Вот, он как раз возвращается у нас сейчас. Больше, скажем, мы даже, может, его успеем заявить. Потому что, ну, нас продлили, да, окно, и поэтому можно, в принципе, его будет заявить. Он ждет, рвется бой. По поводу того пути, да нет, на самом деле, был стабильный чемпионат и лучший наш год. Ну, наверное, да. Были хорошие года, и первый наш сезон был классный, когда мы в четвертой лиге играли, там, я уже рассказывал, с ковидом, с Боровкой, там, с Турбиной. И, ну, классный был год. Но это был хороший год, стабильный чемпионат, и мы собрали хороший коллектив и играли уверенно, выходили с позиции сил играть. И всегда меня немножко, мои игроки, недолюбливали за то, что я люблю играть от обороны, как Атлетика, Мадрид. А, ну, только Мадрид. Ром, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Атлетика какой? Мадрид. Мадрид. А, Мадрид, все, 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 да. И не только Мадрид, как сказал Мадрид. Вот по-больному и мне прошлись тоже. Да, да, да. Вот, ну, в итоге, короче, в этот год мы собрали очень хороший состав и решили играть в позиции силы, плюс старая лига стала слабее, это все поняли, и мы решили, что в этот год надо выходить. Поставили цель, выполнили ее. Я считаю, что не в обиду ребятам, но, скорее, это наше упущение, что мы, как бы, заняли равное, точнее, набрали равное количество очков с флагманом и с медиком, да, нежели это ребята нас сильнее играли. Но это правда так, и я думаю, что и сами соперники, если положа руку на сердце, честно, они так же бы ответили. И, по сути, даже в чате там второй лиги никто не думал, что будет такой исход, а уж тем более, что мы в таблице окажемся ниже, чем и флагман, и медик, это, ну, просто как бы из-за статистических вот этих вот раскладов. А на Фиолон выходили уверенные, выходили, да, играли нормально. Мы, если даже игру посмотреть, играли с позиции сил и давили всю игру, но не забили. Моментов, ну, могла закончиться игра очень крупная. И Фиолон, считай, отбился на самом деле. Ну, ничья есть ничья. Ну, и гол тут дебильный, конечно, дурацкий, который как бы все вспоминают. А так мы заслужили полностью. Это никакая... Мне просто некоторые говорили, ой, да вы же случайно там с шестого места поднялись. Но это неправда, это нечестно. И все соперники, которые сыграли в том году с нами, они, я думаю, подтвердят, что мы в очень хорошей форме были и заслужили играть в первой лиге. Вот так и вышли. Ну, а потом хорошо, что у флагмана... Ну, хорошо. Хорошо, что у флагмана ушли два лидера на юго-запад. И они не потянули первую лигу. И нам пришлось их выручать. Ром, вот в эту паузу, после ничьей с Фиолоном и четыре тура в втором дивизионе, ваши командные мысли, ваш настрой, какие цели ставили, о чем думали и как это вообще все происходило у вас внутри команды? Да, ну, вообще, после игры с Фиолоном у меня состоялся очень жесткий разговор с командой. И там был очень громкий мой голос и очень много сквернословия. Потому что потерять, я скажу сейчас мягче, потерять такой сезон, который все старались и все мучились и все как бы там напрягались, одной игрой его просто перечеркнуть, это, конечно, больно. Вот. И, ну, как бы пришлось немножко взбодрить ребят. Ну, на самом деле, я благодарен команде. Они все сами все понимали. Им вообще ничего не надо было говорить. Все были подавлены, расстроены, но почему-то все, ну, просто уже все давно, да, в ЛФЛ и почему-то все надеялись и были уверены, что много команд снимется или вылетит. Ну, в общем, мы так или иначе как-то там, там, через задний вход как-нибудь зайдем в первую лигу. Но по мере приближения к старту чемпионата эта надежда угасала. Все сильнее и сильнее угасало, а в конце угасло полностью. Мы разговаривали, общались. На самом деле, я взял паузу после того, как бы чемпионата закончили. Я дал небольшую паузу в общении вообще в команде, чтобы все переварили, спокойно к этому как-то пришли, успокоились и уже, ну, по-другому перезагрузились, короче говоря. А после этого у нас было семилетие команды, мы собрались и хорошо, ну, хороший праздник провели на Сеттунь-парке и потом поехали по саунам, по барам, ресторанам. Можно наточнять. Хорошо все было. Это вот самое интересное. Есть подробнее для зрителей. Хорошо, в общем, мы провели время и как-то объединились после этого и сказали, что независимо в какой лиге будем играть, мы одна команда, мы уже не первый год вместе и будем играть до конца. Но если я резюмирую и подводя итог, то когда мы вышли на первые игры второй лиги, мы все-таки начинали во второй, первые четыре или пять туров, по-моему, да, мы провели во второй лиге. Ну, команда была никакая. Ну, просто вот играть не хотелось абсолютно. Эмоций не было, наверное, да? Вообще, вот просто выходили и ходили. Мы даже первую игру проиграли, потому что я не мог. То есть они говорят, Ром, что ты от нас хочешь? Все. Ну, все, мы все, что могли, мы выдали два месяца назад. Мы больше ничего не можем. И раскачать, и мотивировать было очень тяжело. А вот когда как раз мы вышли в первую лигу, и первая игра с заречием, можно опять посмотреть видео, там горящие глаза у всех. Я столько много народа на нашей игре не видел давно. Приехали все, там, и дубы, и основы, и жены, и подруги, и дети, и кого там только не было. Так что мотивация – это очень важно. У вас это, как испытание, огонь, вода, медные трубы. И даже у вас, можно сказать, у вас не коллектив, даже не команда, а какое-то братство такое. Братство в Ассайд. Ну да. Столько всего прошли, и до сих пор двигаетесь дальше. Видишь, как футбольный бог вас вознаградил, ну, относительно говоря. И вы в первом деле… Я рад безумно, что мы попали, и ребята все довольны. И независимо от тех испытаний, как бы сложностей, которые в течение сезона произошли, как бы все рады и довольны. Мы четко для себя понимаем, что сезон был бы потерян для нас, мы бы так и не стали, мы бы так и не вписались вот в гонку лидеров, скажем так, второго дивизиона. Скорее всего, мы где-то в середине бы болтались, и такой проходной год был бы, я в этом прям уверен абсолютно. Как-то так. Давайте сразу посмотрим на турнирную таблицу. Давайте не будем. Ну, Ром, ну чего греха таить, да? У вас изначально было, ну, можно сказать, вы с минуса начинали. Минус 12 у вас было, считай. Минус 12, да, Миша, у нас много минусов. С пятого тура, да, получается, значит? Да. При этом, при этом играть еще достаточно много, но вот 17-е место, 18 очков до спасительного 12 баллов. Вот, Ром, что делать? Какие мысли, вот, реально не догнать? Выйти, точнее, не догнать, а выйти из вот этих команд, которые опускаются? Да, я считаю, что реально догнать и выйти из этой зоны, реально. Мы с... Ну, по-настоящему для меня это стало откровением. Я столкнулся с такой проблемой, наверное, с которой, ну, многие сталкиваются. Макс точно с ней столкнулся. У меня произошло взросление вот внутри команды, ну, реально игроков. Просто возраст подошел, и появились очень много факторов, которые отвлекают, как бы, от матча и от футбола. Это, вот, я не могу... Это вообще не связано с первой лигой. Это именно, вот, временное такое, временное обстоятельство. И дети, у кого-то смена работы, у кого-то, там, какие-то важные жизненные события, свадьбы, еще что-то. И я в какой-то момент понял, что, вот, ребят, запала вот этого эмоционального хватило на первые, там, 10-12 туров, на 10, примерно, туров вообще точно хватило. И потом вот эти жизненные обстоятельства, они стали, как мои планы, и половина очков, но у нас очень много результатов, особенно, Миша, ты точно знаешь, не понаслышке, там, да, что на последних минутах мы пропускали голы, и, как бы, и очки свои теряли, и по-настоящему этих упущенных... А, Максим тоже знает? Да, на последних секундах. Вот, ну, с ними 6-6, вы у нас 2-1, да, там обыграли, и, как бы... 7-7, да, гром. А, 7-7, извини, да, забыл. Вот, и поэтому вот эти вот упущенные возможности, они именно привели к тому месту, на котором мы находимся. И сейчас, в течение вот межсезонья, грубо говоря, или паузы, я поменял некоторых игроков, которые просто перестали быть мотивированы, они хорошие ребята, и кто-то даже долго в коллективе, я постарался их заменить на более мотивированных, более таких по-спортивным узлых, да, как бы, и я надеюсь, что за счет этого желания, только желание, желание и стабильная явка, потому что остальное у команды есть. Мы, я думаю, ну, объективно дали, как бы, бой практически всем. У нас там в одну калитку, ну, считанное количество матчей мы проиграли без шансов когда абсолютно. Поэтому жду возобновления чемпионата и жду вот этого запала новых игроков особенно, да. Интересно, интересно. Ты заявил кого-то? Да, я заявил и мотивировал или перезарядил старых некоторых, да, и, ну, немножко будет состав отличаться от первой части сезона, это факт, сто процентов. Надеюсь, лучшую сторону, вот, потому что моих именно ветеранов, кто в команде по семь, по восемь лет, у них вот чуть-чуть запал начал подугасать, я чувствую, это прям заметно. И мне нужна новая волна эмоциональная, мы никого никуда не выгоняем, все дружим, все на связи, но тем не менее, они сами многие понимают, что нужен импульс вот этой свежей энергии, которая нам позволит выйти из зоны вылета. Только не импульс, который в первой лиге играет, да? Ну да. Из импульса мы тоже взяли себе импульс один, поэтому, чтобы он нам помог. Ром, вы тренируетесь? Вот данный сейчас? Ну да, ну вот понятно, что нет, а вообще так вот, когда вот сезон шел, вы тренировались на буднице? Да, это вообще отдельный разговор, мы обычно всегда, вот сколько я себя помню, сколько помню команду, всегда тренируемся, но всегда есть проблемы со сбором, у меня на товарах одни люди, а в основу, точнее, на игры приезжают другие, это правда была беда, редкие случаи, когда прям боевой состав приезжает на тренировку. И в этом году мы договорились с ребятами, что как раз из-за тех же самых житейских трудностей я как бы не дергал их до тех пор, пока результаты позволяли закрывать на это глаза. А потом, когда пошел ряд поражений, разных абсолютно, да, мы возобновили тренировки и вместе тренировались там с разными командами и спарринге, и просто команды собирались и с дублем, и вместе общались, и некоторых я переучивал снова играть в футбол, там ходили за руку по полю, ну в общем все как надо. Переучивал играть в футбол, а у тебя есть тренерская лицензия или это основа твоего опыта в ЛФЛ? Нет, ты знаешь, я пришел к выгу, ну во-первых, у меня есть тренеры с лицензией в команде, и они входят в такой некий тренерский штаб, знаешь, который анализирует игры, просматривает видео, мы потом вместе собираемся, и мы корректируем и состав, и замены, ну и много что, и тактику на игру, это правда помогает. Но на самом деле я почти убежден, я довольно давно занимаюсь именно, ну условно называем, менеджерством команды, да, и чем больше, что в ЛФЛ, очень много игр видел, и топовых команд, и просматриваю стабильно, не первый год. И на ютубе, я не знаю, очень мало видео ЛФЛовского, которые я не посмотрел. Ну, естественно, такие более-менее вменяемые матчи, нигде там по 25-0 людей выносили, вот, и в том числе, скажу сейчас приятное, может быть, для Миши, в свое время смотрел много игр Барса, и там до сих пор могу назвать олдскульный состав, там, с Маришином, Ковальчуком, там, и так далее, и оттуда брал очень много, в том числе и схему, мне нравилось, что в основном играли там 3-2-2, грубо говоря, да, там 3-2-1-1, или там что-то, что-то около этого, и очень много подчеркнул именно из тех игр, и перенес на свою команду, и когда ты много смотришь игр хороших мастеров, ты все равно учишься, я про это, да. Во-первых, Ром, ты, я к зверю, Ром, ты гвардиола ЛФЛ, да, ходить с игроками по полю, переучивать, а второй момент, я вот скажу, самое главное, да, за счет кого игра, это мое субъективное мнение, да, это все-таки Лихобабенко, когда у тебя есть такой футболист, то вся команда играет совершенно по-другому, и я, и Хвачу, и так далее, кто-то где-то наступал на свои гланды, так скажем, да, играл так, как надо, но когда у тебя есть такой футболист, у тебя вся команда играет совершенно по-другому, это вот, мне кажется, важный момент. То, что он ключевой игрок был, это вообще, с этим не спорю, и на нем строилась атакующая игра, и мы, как бы, ну, перенося, да, и отзеркаливая на нас, мы, конечно, из Ром Миляева хотели или хотим, или хотели делать подобного игрока, подобного лидера в подобный ролик, чтобы он выступал, да, и во многих играх, ну, Ром очень круто себя проявлял, и я считаю, что в первой лиге не потерялся и не затерялся, хотя, ну, некоторые сомневались не внутри команды, а больше из моих знакомых, а из других команд, что Рома не потянет, не потащит, мне кажется, он классно себя проявил, и статистика сама за себя говорит. Рома Миляев сильный футболист, и, как он себя с самого начала показывал у вас в команде, и потом вписался прямо с первого матча, и так он до сих пор где-то, он сейчас где-то играет, может быть, на КФК или еще где-то? Слушай, честно, я прям не, ну, не спрашивал у него, может быть, да, играет, не узнавал Ром, честно, но знаю, что он выиграл, но не выиграл, ну, да, можно сказать, и выиграл соревнования за капитанство, он сейчас вице-капитан нашей команды, поэтому это важная довольная роль у него. Возвращаясь к схемам, возвращаясь к тому, что ты смотрел много на Барс, Миша Меркулов, в какой схеме играет Барс? Ты у Миши спрашиваешь или у меня? Да, 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 Миша Меркулов, он вот, Рома говорит то, что он смотрел игру Барса, видел схему 3-2-2, и вторую я забыл. Да, ну, 3-2-1-1, неважно, это как раз когда Валерий Хабабенко спускался чуть ниже. Ну, номинально, это последний, но у нас, у нас получается три центральных полузащитника, нет, 3-2-2 вряд ли, ну, номинально 3-1-2-1, вот так вот, это я говорю по тем расстановкам, которые есть у нас вот на сайте, допустим, да, это получается три, центральный защитник, два латерали бровочника, опорный, центральный под нападающим и нападающий, то есть, нету хава, левого, правого, есть вот три центральных игрока, ну, и в зависимости от сюжета. Человек, у которых 4 легких есть, то тот отыграет с края. Нет, нет, вообще нет, абсолютно нет, там мог и, нет, 4 легких должно быть у крайних, а у центральных, ну, я имею в виду крайних защитников, защитников может быть, да, а вот на защитников ложится, конечно, ну, серьезная такая физическая нагрузка, поэтому весь. Миша Абарс продолжает по этой схеме играть? Сейчас продолжает? Конечно. А кто сейчас? Маришин же нету? В этом-то есть, заявки есть. А, заявки есть, но что-то не приехал ни разу, по-моему. Просто не приезжал, мы его зовем, он никак, он же, кстати, Маришин, ну, женился же, вот, и, а у него нет, у него жена, а они в Финлянде женились, в Финляндии, она из Финляндии, вот, финка, что ли? С вами? Ну, она вроде русская, но вот в Финляндии живет там. Слушайте, поэтому... Ром, 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 секунду, ко мне, знаешь, ко мне очень часто приходят игроки на просмотр, там, или я, я говорю, на какую позицию где играешь? Он говорит, ну, я фланговый полузащитник, я говорю, у нас таких нет, то, про что Миша только что рассказывал, мы так же играем, у нас нет краев таких в чистом виде, я говорю, в защиту пойдешь? Нет, в защиту не хочу. Я говорю, ну, извини тогда. Кстати, прикол есть один, у меня коммента... Это все понятно уже тогда. Один парень на меня сам вышел и говорит, хочу играть за вашу атлетику, я говорю, окей, я спрашиваю, какая у тебя позиция? Он говорит, либо левый нападающий, либо правый защитник. Сильно, сильно. Ну, не заиграл в атлетике, не заиграл. Нам заиграл тогда, Макс, у нас заиграет. Ну, мне кажется... В дубле. Слушайте, раз мы... Давай, Миш, закончим мысль, тогда ты начал. Мне кажется, ну, хороший игрок, он не будет так говорить. Хороший игрок скажет, ну, куда поставите, там сыграем. Мне кажется, хорошего игрока... И сразу в ворота отправится, да? Мне кажется, хорошего игрока просто пригласят и уже знают, где он будет играть. Ну, или так, да. Давайте, может быть, к обсуждению. Вот раз, пока мы начали обсуждать схему Барса, может быть, обсудим немного игру Барса, местоположение и путь его, мне допустим... Ну, давай, да, давай по каким-то командам пройдемся в этом эфире, потому что у нас время не резиновое, где-то минут 15, еще 10-15 делим. Вот, давай, Рон, что ты ведешь как? Я вот как обозреватель первого дивизиона замечаю рост некоторых команд. И вот Барс, даже несмотря на то, что я там формально числюсь в заявке, очень показывает крутой рост после неудачного старта. То есть идет серия побед из семи в середине чемпионата, где команда выбирает ход, потом идет два поражения и потом идет отрезок из десяти матчей, где команда уже после паузы зимней проигрывает в Балтике со счетом 1-3. К чему я это все веду? Это не просто статистика была, типа, вот смотрите, то, что Барс Крут отыграл. В этом эфире всем на больное наступить? Да, да, да. Ну, к тому, что Миша, наверное, хотелось бы послушать тебя, как игрока задействовавшегося во всех почти матчах, что повлияло на такой стремительный рост команды после неудачного старта? Ну, Ром, что могу сказать? Мы сейчас стали той командой, которая есть в основном в нашем футболе. Это команда, которая зависит от сбора. Да, мы сейчас не можем, так скажем, на сто процентов как это было, они должны приезжать, потому что есть обязательства, пятое, десятое, да, у нас есть у футболистов ответственность, есть понимание, потому что кто-то работает здесь, кто-то еще, но при этом есть разные обстоятельства сбора, да, на которые мы, там, если человек ставит минус, да, мы не можем его там как-то принудить. Поэтому первые игры у нас ушли на то, чтобы как раз понять тот состав, который у нас будет играть. Кто-то был травмирован, кто-то не мог доехать. Вот, потом немножко пересмотрели позиции футболистов, да, потому что второй дивизион – это один момент, первый немножечко уже другой уровень. Поэтому все пришлось нам пересмотреть, и все встало на свои места. Вот, у нас получился симбиоз на бровке и хорошая атмосфера игровая внутри поля. Ну и плюс, когда доезжают все, да, у нас совершенно другая игра, понимаешь? Когда есть ключевые игроки, тогда мы играем по-другому. Здесь все как у всех, наверное, я бы не стал… Америку я не открою здесь. Понятно. Ром, ты слышишь меня? Ром, еще, кстати, Ром, Ром, я тебе… Шестак, Шест. Вот тебе вопрос, еще у нас и схема, Ром, и Зверь, и тебе тоже. У нас схема, если вы, ну, примерно, как у нас играете, она очень непростая же, ты не забывай, да, это специфический, опять-таки специфический играл у защитников, да, опорный, опорный, два центральных, они вроде и центральные, но при этом должны впереди, сзади, с краю, понимаешь? Два хава, два защитника, они должны играть особенно. Это схема специфическая, и тоже играть ее, ну, достаточно непросто, поэтому к ней надо тоже привыкать, и это тоже время, скажем. Нет, я согласен, просто мы-то в нее играем уже семь лет, понимаешь? Вот. Это как бы привыкать, поэтому у меня, я тебе больше скажу, очень немногие, точнее нет, наоборот, ну да, можно и так сказать, немногие новые футболисты легко в нее вписываются, прям надо… Да, вот, вот, правильно, ты с языком меня снял, да. Это прям тяжело, то есть даже приходят сильные футболисты, там, и им нужно прям довольно приличное время, чтобы понять, как кто двигается, потому что они все время ищут крайних хавов, которых нет, как бы, и они, ну, тяжеловато им, в общем, приходится. И плюс игра в обороне, плотная, но схема всегда, чем мне нравилась, она позволяла мало пропускать, ну, по крайней мере, у нас всегда было очень мало пропущенных, сейчас не надо смотреть, Ром, только в статистику. Про приход, к нам в свое время пришел Никита Баженов и тоже сломался, как на пятой минуте на футбольном поле и от нашей схемы, тоже сломал. Морально сломался, да? Морально сломался, да, и реально он не вписался в схему, то есть, ну, не понимал, как играть, то есть, это, ну, достаточно, ну, непросто, поэтому… Кстати, Баженов до сих пор играет за ФК Долгопрудный, то есть, там состав проходит, а в состав Барса не выучено. А там просто полегче схема, понял, Макс? Полегче, ну, конечно, там гораздо легче играть, чем у Барса. Тем более, конкуренция какая. У Барса 21 человек на игру приезжает. Вот я привел пример такого роста по турнирной таблице как Барс, как команда первого дивизиона. Тебе вот во время участия в чемпионате запомнилась еще какая-то либо команда, может быть, ростом турнирной таблицы, либо игрой, или вообще чем-то это может быть? Или наоборот, которая начала свое падение, с негативной стороны тебе запомнилась. Не, мне многие запомнились, на самом деле, правда. Ну, самое яркое… Ну, давай, как Дути, топ-3 команды, которые тебе запомнились. Которые запомнились, да. Не, реально, вот самое яркое впечатление, наверное, в первой лиге по тем матчам, которые были. На меня оставила константа. Когда при нашей стабильной игре, где мы, ну, довольно ровно играли, у меня был хороший состав, а мы первыми забили, мы повели в этой игре, но я понял, чем… Ну, то есть, точно вот для себя я смог сформулировать, чем первая лига отличается от второй прям очень. И чем же? Это… Это просто выходит человек, кладет тебе три штуки за, там, семь минут, и вся твоя ровная схема с выстроенной игрой, со стабильным составом, притом кладет именно, ну, жестко, понимаешь, там, обыгрывая трое, троих твоих лидеров, лидеров команды. Не просто каких-то, там, проходных ребят из дубля, или, там, еще со двора. Лидеров твоих, у меня парни стоят, они… Я вообще не видел, что их так раздевали. Потом, там, закладывают тебе, условно, там, с 15 метров в девятку, и, там, вратарь летит, и просто не достает, потому что это нереально достать. И ты стоишь, и ты понимаешь, что у тебя нет никаких претензий к своей команде. Их ноль просто. Ты только благодаришь, говоришь, ребят, вы классно отыграли, но просто вышел игрок, который, ну, в стратосфере играет по сравнению с вами, как бы, да, или, там, со мной. Он просто решил эту игру, и поехали они радостные домой. А у нас не нашлось такого уровня игрока, который так может, потому что его просто нет заявки, вот и все. И это мне очень круто запомнилось. Олег Филатов, кстати, получил… Нет, я, кстати, не про него говорю, кстати, сам. Не про него? Нет, не про него говорю. Я забыл, честно, вот статистики есть, он, по-моему, в топ-10 бомбардиров даже идет. Я, правда, не помню фамилия игрока, к своему структуру. Там еще Аблакулов, может быть, Амитрофанов, вот кто-то из этих ребят. Может быть, ну такой у него светлые волосы, я запомнил, и невысокого роста. Резкий, невысокий, с хорошей техникой. Я видел потом много обзоров, где он огорчал не только V-Side, поэтому я узнавал его сразу по полету мячей, там, по девяткам. Круто, круто человек играет. И, в общем, если у тебя в команде есть такой игрок, который может решить игру, просто взять на себя и там, и сломать тебе всю систему, тогда у тебя команда первой лиги. Если у тебя такого игрока нет, то тебе придется очень тяжело. Я это говорю, как бы, и ребятам, кто час во второй играет, мы с ними до сих пор общаемся. И спрашивают, ну что, Ром, там, ну, видна разница вообще. Я им объясняю разницу, что она прилична именно за счет игроков топового уровня для любительского футбола. Мне кажется, яркий пример, то, что ты говоришь, игрока это Портер и Илья Ульянников. Да, конечно, да. Ну, мы против него не играли, но я, как бы, Илью видел в игре вживую, воочию и на видео, и, конечно, это именно такой пример, да, сто процентов. Вторая команда. Вторая команда, которая меня... ну, я немножко был в шоке от импульса, потому что я, как они катком прошлись, это по поводу Удивилла, да, они катком прошлись по второй лиге, и я был уверен, что с такими игроками, как Минич, как, господи, забыл, с основного Бомбардирова... Лямцев, Лямцев. Да, Лямцев, да. Ну, как бы, не может команда потеряться, и, конечно, я в шоке, что они рядом с нами, там, идут недалеко. Потом, кто меня еще мог так удивить сильно, удивил, наверное, давайте буду, скажу, наверное, Дюпель удивил. Удивил, потому что я знаю команду довольно давно, Дюпель 13. А, Дюпель, ага. Знаю команду довольно давно, организаторов знаю давно и игроков довольно давно, многих, и они никогда не отличались стабильностью, то есть у них всегда были супер-игры, где они могли обыграть любого и проиграть любого могли. В этом сезоне стабильная игра, стабильно набирают очки, при том, что первая лига довольно крепкая, в этом году, я считаю, и нету совсем проходных матчей, но, тем не менее, они стабильно прям штампуют победы и стабильно идут по турнирной, по таблице, по каждому своему сопернику проходятся, и это меня немножко шокирует. Я знаю, как бы, что состав хороший, игра налажена, но, тем не менее, вот эта стабильность, она им не свойственна, поэтому, как бы. Ну, вот Дюпель тоже с начала чемпионата не так уирно начал, потому что они чердовали победа-поражение, победа-поражение, и потом вот тура с седьмого-восьмого, вот они, наверное, у них был такой отрезок из, там, десяти матчей, где они ни одно не проиграли, и потом уже, уже они, грубо говоря, играли по счету, так можно сказать, и закрепились в верхушке турнирной таблицы. Да, в этом году интересный получается первый дивизион, но я надеюсь, что мы спартанем, мы доиграем, все-таки хочется увидеть итоговое распределение мест, действительно будет очень интересно. Кстати, Миш, прости, это я просто проверил, кто удивил Рому в матче с Константой, это Андрей Митрофанов, он три забил, это игрок команды ЦСКА, так, в общем, секундочку, это было видно, Макс, у меня оборонительная команда с двумя опорниками, с двумя домоседами-защитниками краями, он просто раздевает мне троих, они такие на меня смотрят, и от штанги забивают в девятину, и я такой, ну, я по Аплодирую, я честно скажу, я прям похлопал и пошел домой. Да, очень сильно, его и Анар Агаев тоже, так сказать, его, мы все время любим про Фила, да, говорить, вот, он, кстати, динамовец, да, но вот есть еще и Митрофанов. Да, про Фила, я знаю, он сильный игрок, и почему я и не ожидал, я просто не знал этого игрока, и когда он совершил вот это вот действо, и я повторюсь, он три забил, три раза, в принципе, голы на индивидуальном мастерстве, а не то, что кто-то кого-то раскатал там, а именно просто игрок решил, это круто, молодец, желаю ему дальнейших успехов, это правда круто, за ним приятно наблюдать, и прям, я даже вживую бы хотел посмотреть на его игру, такую вдохновенную, потому что это просто красиво. Попадет в стыке Константа? Мне кажется, нет, мне кажется, там просто много претендентов, и я думаю, что Константа нет. Константа просто тоже, Константа тоже как Дюпель, они тоже могут проиграть любому, вот у них есть такая особенность, я не знаю почему, по игре они могут любить. В концовке чемпионата все собираются с оптимальным составом, и вот на твой взгляд, кто сильнее Константа может быть? Ну, вот Сайф, конечно. Ну, Барс, Атлетика будет сильнее, нет? Нет. Атлетика на шестом, на своем любимом. Стабильно, как Арсенал. Ладно, давайте серьезно, вот на твой взгляд, все собираются с оптимальным составом. А я не знаю, а у нас Атлантис остался? Нет. Нет, да? Я просто не в курсе, вот, к сожалению, этих новостей. Окей, кто сильнее Константа, кто выше Константы? Блин, у меня просто таблицы под глазами, перед глазами нет, к сожалению. Но Феникс 99. Но 100% они выше, просто стабильная команда, просто стабильная, они за счет стабильности будут выше точно. То есть ты считаешь, что Митрофанов не разберет защиту Феникса 99? Я думаю, что Митрофанов будет не на каждой, ты говоришь именно в очной игре или просто на дистанции? В очной. Представь, что вот собираются все на матч. Ну, нет, ну Константы Феникс может грохнуть, это 100%. Да, такое прям вполне, я не удивлюсь. Но Феникс на дистанции точно обыграет их. А в очной игре, кто сильнее Константы? Ну, если бы Атлантис не снялся, Атлантис сильнее Константы в очной игре. А назови еще вверху. А, я думаю, что Дюпель обыграет их в очной игре, кстати. А Кегли, да, Кегли тоже обыграют. Балтика еще у нас на пятом месте. С Балтикой тяжелее, я думаю, там 50-50 там тяжело. Мы, 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 мы еще усилимся. Ну, Барска. Мишки, может, еще усилиться, у вас уже человек, который сборной Франции хоронил на Стат де Франц, куда еще сильнее фер. Мы усилимся, например, игроками, которые Буфону забивали, или, например, чемпионы России 17-го года. Так что у нас все есть с кем усилиться, поэтому мы можем подойти еще сильнее. Все, Ром, ты понял? Романщики, мы пишем статью. Не, я просто тут рассказываю про отдельных игроков из Константы. У Миши там такой перечень таких игроков. Миши даже не переживает за это. Да, да, да. Думаю, какой там дубльцы СК, что смешные, да, это самое? Констант теперь точно будет запалом на успешное продолжение второго круга. А вот... Нет, честно, 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 честно говоря, вот как бы это плохо не было сказано, я в какой степени рад, потому что я сам получил травму, честно, надолго я выбыл, вот, и для меня это пауза, это как глоток тоже свежий воздух, потому что, ну, прям вот мне очень нравится играть в первой дивизионе, потому что есть азарт, интерес, я прям, мне тоже нравится, я очень расстроился, когда вот начал пропускать игры. Да, Миша, если надо где-нибудь восстановиться-то, пиши. Это, да, я понял. Вы с Димой Леонтьевым как Харри Кейн, он расстроился, что не попадает на чемпионат Европы, а потом все поменялось и Харри Кейн попадает на чемпионат Европы только через год. Да, 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 все это. Так, у нас еще есть перекличка, по-моему, Павла Седова, да, тоже давайте посмотреть. Коронавируса, пандемия, нет посещения по пропускам магазина, нет соблюдения карантина, нет, и только могучая, на западе все хруща, турбина. Беги, заседай, на жизнь не сетуй. Ну и так, пешочком иди, если гордочку. Да, кстати, я тоже в этой перекличке участвовал, вот когда эти сумасшедшие наворачивали зигзаги по квартире, я тоже этот хэштег в эфире произнес, он звучит так, что беги за Сетунь. Это Рома Баулина из Сетунь 1960, такая крепкая у нас команда была, с Зацепиным в составе, вот, он придумал такой хэштег, беги, на жизнь не сетуй, беги за Сетунь, вот, так что если будете бежать, то можете тоже присоединиться к этому веселому челленджу. Ну, придумал эту всю фразу у Павла Садов из Турбина. А, Пашка придумал. Ну, Паша у нас самый же... Приативщик. Самый приативщик, да. Ладно, давайте вернемся к... Немного поговорим про команду еще. Вот мы сейчас поговорили про, кто может составить конкуренцию Константии, мы поняли, что ее, по мнению Ромы Зверева, много кто обыграет, а вот давайте... Много кто обыграет. Да. Целых три команды. Перейдем к Балтике Крылатская. Сейчас объясню, почему. Балтика два года подряд в первом дивизионе, первый круг просто напрочь проваливала, и во втором она просто хлопала всех подряд, и там даже с зоны вылета доходила до того момента, когда она чуть ли не попадала в стыки за премьерку. То есть во второй второй круг у нее эта команда все время была шикарной. В этом же сезоне Балтика первый круг стабильно провела, провела хорошо, и сейчас она находится на пятом месте формально, но Атлантика нет на четвертом. Ром, вот что ты скажешь по выступлению в Балтике в этом сезоне? Вот для меня все команды в этом чемпионате, они делятся на две части, ну так, по большому счету. Это команды такие эмоциональные, которые могут зажечься, загореться, побежать, назабивать, и есть команды, которые как танки, как катки просто идут потихонечку, там неважно с какими счетами выигрывают, но вот эта стабильность, она тоже, кстати, отличительная черта первой лиги, потому что во второй стабильных команд раз-два общился, но их практически нет, то есть там практически всех лихорадят так или иначе. И вот Балтика, она входит в тот круг стабильных команд абсолютно, которые вот нашли какой-то свой темп, и они в этом темпе играют, и им комфортно, они никуда не спешат, они знают, что как они хотят забивать, куда они хотят бежать. И как бы с такими командами всегда тяжело, когда люди не принимая мяча уже знают, что будет делать он, ну что будет делать сам этот игрок, что будут делать все его партнеры, и поэтому их стабильность, она для меня неудивительна. Я думаю, что они и второй круг также проведут, поэтому ну, как бы, просто хорошо на команду. Подтверждение твоих слов, да, это то, что сначала обыграть Барс 3-1, да, на Тонику, ну, по сути, там 2-1, там 3-ть уж забили, там 60+, и в следующем туре обыграть Ватутино 2-1, последнее место, понимаешь, то есть, по сути, команды находятся в разных полюсах, а еще это один итог, да, вот подтверждение твоих слов. И подтверждение миг твоих же слов, что первый дивизион в этом году интересный, и у нас каждый может реально обыграть каждого. А мне интересно, вот ваше мнение интересно, я, к сожалению, меньше следил за первым дивизионом в том году, он был такой же ровный, или есть какая-то небольшая разница прошлый год и этот сезон? В прошлом году, я даже сказал так, что он был, по-моему, поровнее немного, мне кажется, даже так, потому что вот в этом году есть условный подиум, который выстреливает очень редко, но очень много проигрывает условно, да. И вот то же самое Ватутино, которое там скручивалось большими счетами командам, а потом они провели трансфер на политику, и сейчас вот с Балтикой 2-1. И неизвестно, что еще будет во втором круге, потому что они сейчас укомплектовали нормальный состав, такой более-менее конкурентно способный, сейчас они будут, можно сказать, сцепляться за очки. Вот сейчас вторая группа будет очень интересная. Вот что касается, если взять обзор, ты, по-моему, краткое резюме мое по первому кругу, ну, в прошлом году было, мне кажется, поплотнее. Ну, в прошлом году, надо сказать, что там крепкая очень Алания, да, играла, которая вот до последних туров она боролась за выживание, да. И Новая Москва тоже была. Новая Москва, кстати, тут же мне результат в голову приходит, Новая Москва обыграла Атлантис в прошлом году. И сейчас она вообще первая среди всех команд вторых дивизионов, тоже она вместе с Аланией, я думаю, что вернутся. То есть, в принципе, наверное, вот эта ровность первого дивизиона, это уже становится такой трейдмарк, что называется первой лиги, то есть это уже на постоянной основе так происходит. Я соглашусь с Ромкой, да. Ну, вот, ну, это уже можно бесконечно обсуждать, время подходит к концу, Ром, наверное, одно из последних это пятерка голов, которые мы тебе сейчас покажем, ты должен выбрать лучший гол вот из тех вариантов, которые мы тебе предоставляем. Сейчас внимание на экран. Давайте. субтитры подогнал «Симон»! 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 – Ну, что ж, вот такая пятерка. Такую же пятерку мы предложили Дмитрию левоньки у Ромки, теперь, вот, в твои очереди, какой гол выберешь ты? А, парни! Вообще сложный выбор, на самом деле, но мне понравился четвертый гол за счет комбинации, потому что... Эрик Корчагин, это Эрик Корчагин, который забивал, да? Там просто, ну, по-настоящему классная комбинация работы всей команды. Мне нравятся голы индивидуальные, когда забивают издали, когда забивают сильными ударами, но тут командная работа, она превыше всего. Это было круто. Как ты думаешь, вот у нас был в гостях Дима Леонтьев, а как ты думаешь, какой гол он выбрал? Дима Леонтьев? Я думаю, что... Я знаю, как бы, Диму, он играл еще в моды, когда мы играли против них, и он всегда любил индивидуальную игру, поэтому мне кажется, что-нибудь со штрафного, мне кажется, вам понравился гол. А какой? А у нас штрафного один. Попал в точку, да, он выбрал Харламова. Так, ну что ж, друзья, наверное, будем закругляться, потому что время нашей передачи подходит к концу. Ну, Ром, спасибо, что был сегодня у нас в студии. У нас сегодня пробная была передача, поэтому не судите строго, но при этом выйти и пообщаться с нашими футболистами, руководителями. Мы очень хотели, у нас это получилось. В гостях сегодня был Дмитрий Леонтьев, Роман Зверев, Westside, Дима Леонтьев, Успенская. Ну и в студии был Михаил Меркулов, Роман Шастак, Максим Киселев. Ну, надеюсь, что выйдем через неделю. Ребят, если еще можно, если позволите, если позволите, да, в четверг после того, как посмотрите в натуре, еще в выходные вас ждет самый лучший, сейчас самый сильный чемпионат в мире. Белорусский. В составе Белшины, да, из города Бобруйска, знаменитого, выступает игрок Балтики Кирилл Малеров, так что смотрим все обязательно. Все болеем. Все болеем. Болеем за наших. Может быть, вообще лучший футболист из всех, кто сегодня участие в матче принимает. Давай, давай, давай. Мы местно ждем. Бери, 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 бери! Чем дело завершится? Так, какая, какая картинка. Штрафной дар в пользу Белшины. Бери, бери.